Какие люди в Кролливуде. Белочка сейчас испугается убежит или нет. Сейчас посмотрим, как она будет себя... Ух! Собирается убежать, скотина. Ну, побежала. Да, ты смотри. Ну ничего, она довольно-таки планировала долго. Что делать? Она актриса не оскароносная, так что опыта у нее немного. Тем не менее. Да, а что у нас в Кролливуде? Да, конечно же, в дополнение к вчерашнему интересные факты можно еще добавить. Осталось вне внимания у нас кто? Исландия, ну и конечно же Гренландия. Исландию можно прибить все к тому же берегу, что и Ирландию, к европейскому континенту. И будет там очень даже неплохо, тепло. Это не тропики будут, конечно, как в Испании, где будут пить, выращивать байховые плантации, плантации байхового чая. Но, тем не менее, это будет, конечно, значительно потеплее, чем сейчас в данный момент. Но барабины летели. Вот. И, конечно же, гейзеры будут бить с той же силой в Исландии. И знаменитый вулкан, как он там, Эль-Якурт Бурбурт, тоже может проснуться в любой момент. Эта вся активность будет сохраняться. Конечно, в Гренландии не гейзеры и вулканическая активность. Но народу Исландии будет, конечно, потепляет. И коммуникация, опять же, с Европой будет близко. Это будет прекрасно для них. Эль-Якурт, как это? Вулкан был, блин. Да, что-то о нем замолчали уже, все. Он, видно, затух. Уже нет такой активности этого Эль-Якурта. Тем не менее, да. Ну и самое главное, конечно же, огромный, самый большой остров на земле – это Гренландия, которая покрыта так же, как и Антарктида. Это тоже земная твердь. Она так же, как и Антарктида, покрыта личными льдами. И то, единственное, что на юге иногда отходит их столица Готхоп – это все королевство Дания. Презадлежит королевству Дании. Они обвекают Гренландию. И Готхоп на юге, конечно, только в июле открывается от вечной мерзлоты, не оживает. Вот. А все остальные – центральная и северная Гренландия – это все нехоженные практически места. И так же, как и Антарктида, ее, безусловно, следует прибить к теплым берегам, и вот непонятно куда. Либо к североамериканскому, либо к североамериканскому, либо к европейскому. Ну, это несложно решить. Будет, наверное, тоже голосование, референдум. И народ Гренландии решит, ну и, конечно же, Дания решит, куда ее прибивать. А, наверное, поближе к Дании, конечно. Разумеется, поближе к Дании, значит, Европе будут прибивать. Вот. И будет там тепло. Тоже освободится Гренландия от вечной мерзлоты. Начнется разведка полезных ископаемых. Золото, нефти, газа, металлов, алмазов и так далее. Туристический бизнес расцветет в Гренландии. Будет огромное, конечно, таяние снегов, и это тоже поднимет уровень мирового океана. Но, тем не менее, открытие Гренландии, твердь Гренландии, это будет иметь колоссальное значение. Безусловно. Тоже. Да, вот такие вот дела насчет Исландии и Гренландии. Да, фильм втянут по заказу гидромедцентра СССР. На сей раз наш традиционный великолепный королевудский гимн. Исландии. Ой, плохо получилось. Ну еще. Исландия. 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 Субтитры создавал DimaTorzok. Пшш!